Всем привет! Вы на канале Киберзаготовки и сегодня мы собрали для вас инструкцию по первому плаванию в море воров. Используйте наши советы и вы обязательно станете успешными мореходами в игре Sea of Zivs. Данное видео предназначено для начинающих пиратов. Это не лайфхаки, не советы по зарабатыванию миллионов. Здесь мы расскажем вам о том, чем заняться и с чего начать в море воров. Снаряжение 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 компании. Это вариант для ленивых, но он требует наличия небольшого количества золота. Продавец из торговой компании находится на причине. Во вкладке «Посмотреть предложение ресурсы и грузы» выберите ресурсы и грузы. Здесь вы можете купить ящик с ядрами, досками, фруктами, а также ящик для хранения, в который помещается все. Покупать ящик с фруктами я вам не рекомендую, так как в нем находятся только бананы. Самый малоэффективный продукт питания в игре. Я советую вам купить ящик с досками и ядрами. Их вполне хватит для выхода в море и отражения пары атак неприятеля. Задания для плавания можно разделить на две разновидности. Первое – это сюжетное путешествие. Ссылку на прохождение стартового квеста вы видите в правом верхнем углу. Второе – выполнение задания эмиссара. При этом никто не запрещает вам вольно изучать просторы игры. Эмиссар – это официальный представитель одной из фракций, действующих на просторах моря воров. Вы можете стать эмиссаром золотодержцев, торгового союза, ордена душ, а также компанией Кости Мертвеца. Заступив на эту должность, вы должны будете поднять флаг эмиссара с символом вашей компании на самых видных местах – на грот мачте и на корме корабля. Для этого необходимо воткнуть кинжал большинством экипажа на столе перед представителем фракции. За выполнение заданий компании будут щедро награждать вас за службу. Золотодержцы представляют собой фракцию, которая вполне себе оправдывает собственное название. Главное для них – золото, которого они стремятся собрать как можно больше и любой ценой. Больше всего они ценят запертые сундуки с сокровищем и готовые драгоценности. Золотодержцы выдают игрокам два типа заданий – загадки и карты сокровищ. Орден душ – таинственная компания, которая желает получить контроль над магией Sea of Zies. Орден душ предлагает командам задания по поиску и уничтожению скелетов капитанов и добыче их проклятых черепов. За них компания готова платить золотом и репутацию. Орден душ использует черепа, чтобы извлекать воспоминания и переносить их на пергамент, создавая таким образом карты. Торговый союз состоит из бывших членов Великого Морского Союза, которые превыше всего ценят эффективность, качество и скорость. Они стремятся контролировать торговлю в море воров и размещают заказы на различные грузы, трофейных животных, ящики с товаром и ресурсами и т.д. Каждое из заданий торгового союза стоит в рейсе за тем или иным товаром и его доставки неигровому персонажу или торговцу. Причем товар должен быть в хорошем состоянии и доставка должна быть совершена в срок. Костя Мертвеца — это последователи капитана Пылающее Сердце, выступающего за истинное пиратство. Они стремятся красть все без разбора и принимают любые сокровища в своем тайном убежище. Костя Мертвеца не предлагают специфических заданий и поручают своим эмиссарам уничтожать команды, представляющие другие торговые компании, воровать найденные ими сокровища и доставлять в убежище. Из-за вражды с другими фракциями у Костей Мертвеца нет представителей на форпостах. Вместо этого они располагаются в приюте смерти. Если вы начинающий мореход, советуем вам выполнять задания златодержцев. Именно у них интересное задание, которое позволит вам освоить механику игры. Самая скучная фракция — это торговая компания. Она подойдет для тех, кто хочет насладиться просторами, ну или позалипать в социальных сетях. Орден Душ — это фракция для тех, кто желает испытать себя в битвах со скелетами, истребляя пачкой другую и собирая черепа из опыта. Самой сложной для новичка является фракция Костя Мертвеца. Эти мореходы занимаются исключительно ПВП. Отплывая от форпоста, советую вам поднять эмиссарский флаг одной из фракций, ведь в каждой из них можно получать уровни, которые влияют на бонус при продаже. Тем самым, даже простое плавание может обернуться большим количеством золота и опыта. Про что всегда нужно помнить? Первое. Перед отплытием пополните ресурсы на корабле. Второе. Определитесь с тем, чем вы хотите заниматься. Третье. Возьмите флаг эмиссарства, который максимально совпадет с тем, чем вы хотите заниматься. Четвертое. Всегда помните, что вы плаваете в опасных водах, где все нацелено против вас, начиная от простых скал, отмелей и штормов, и заканчивая морскими чудовищами, такими как Кракен и Мегалодон. Внимательно смотрите в воду, ведь в ней нередко плавают бочки с порохом, которые взорвутся, если ваш корабль попадет на них. Мы знаем многое и далеко не все было рассказано в этом ролике. Подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, о чем бы вы хотели узнать, и мы обязательно поделимся с вами тем, что знаем сами. Вместе веселей! Заходите на наши стримы группы ВК.